пресс-конференция. Она посвящена турниру интервенции по системе Вархаммер 40 тысяч, который пройдет в Казани в начале апреля. И сегодня у нас в гостях учредитель клуба настольных игр Аквилла Михаил Володин и его коллега тоже, учредитель и председатель этого клуба Оскар Соченков, а также судья этого чемпионата Дмитрий Власенков. Сегодня мы, наверное, начнем нашу пресс-конференцию, хотя она уже второй раз в агентстве посвящена теме Вархаммера. Все-таки с небольшого вступительного слова, я думаю, Оскар вкратце расскажет к нашим коллегам, что такое Вархаммер, с чем его едят и вообще о чем сегодняшнее мероприятие. Кратко, Вархаммер это вид настольных игр, который называется Wargame, для какого-то более понятильного представления. Это шахматы, в которых, соответственно, каждая миниатюра собирается и расскажется вручную самим участникам. Ну и в отличие от шахмат, присутствует несколько видов миниатюр. То есть в шахматах есть одна черная и белая фигуры, в варгеймах обычно множество сторон представлены. Если говорить о Вархаммере, соответственно, это футуристический варгейм, где представленность на память не изменяет 16 раз. В принципе, существует 16 различных армий, за которые игроки могут играть. Ну и также отличие в том, что игры производятся на больших столах с элементами ландшафта, и все измерения производятся с помощью рулетки, и передвижения с помощью рулетки. А боевые действия, стрельба, ранение, выживание отыгрываются с помощью набора кубиков. Вкратце, что такое, соответственно, Вархаммер 40 тысяч. Спасибо. И все-таки чуть-чуть подробнее уже теперь непосредственно к чемпионату интервенции перейдем. Этот чемпионат особенный, почему мы, собственно, сегодня и проводим эту пресс-конференцию. Он не только один из крупнейших в России, но и он является отборочным для европейских уже соревнований. Собственно, у меня такой вот вопрос к Оскару, к Михаилу и, наверное, даже Дмитрию. Вот культура чемпионатов в России по настольным варгеймам вообще, насколько она взрослая, как хорошо она развита? То есть вот как много чемпионатов проходит, допустим, в Москве, в регионах? И где в этом всем Казань находится в этой орбите? Скорее находятся в атаке. Чемпионатов проводятся достаточно большое количество. Они проводятся на разные форматы, на разный тип взаимодействия. Есть чемпионаты командные, есть чемпионаты парные, есть чемпионаты одиночные, сингловые. Соответственно, Казань, в принципе, могу сказать, что находится в достаточно анализирующих позициях по этому вопросу. И мы будем стараться развивать наше хобби и дальше в том же ключе. А вот в сравнении со столичными, допустим, потому что в столице это хобби очень развито. И вот в сравнении с столичными, как мы вообще выглядим, как третья столица или как? Ну, в общем, достаточно хорошо. В столице, объективно говоря, там больше игроков, соответственно, там чемпионаты собирают большее количество участников. Но в целом свод правил, уровень участников, уровень покраса армии, это тоже имеет значение для нас, как для участников. Уровень проведения находится на хорошем очень уровне. О чем, в общем-то, подтверждает постоянно увеличивающее количество участников и общий ареал игроков, которые к нам приезжают. А вот касательно количества участников, сколько сейчас вообще человек примерно приедет на интервенцию? Ну, на текущий момент приедет больше 60. Приедут люди из Урала, будут люди из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Кирова. То есть достаточно большой такой. Видишь, Карала, Самара, ну. Ну да, собственно, и Цумилия, Екатеринбург, Тагил. Ураль очень большой. Вот такой вот еще тоже, пока я буду бомбардировать все-таки вопросами у вас. Сейчас в условиях чемпионата написано, что это чемпионат на 2000 очков, он командный. В чем его ключевое отличие от зимнего мероприятия, тоже очень крупного, которое проходило в Казани? Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям. Ну, основное отличие в том, что это чемпионат командный, то есть здесь очки набирают, здесь играют, как называется, с названием командами. То есть несколько человек, в нашем случае четыре, они играют с оппонентами, соответственно, и набирают общий пол очков. Это двух общий пол очков сравнивается, и в зависимости от количества набранных результатов команда побеждает или проигрывает. Также есть определенные правила, которые содействуют определенному парингам команды, потому что команда, опять же, то есть разные типы армий взаимодействуют по-разному. То есть есть армии, ну, есть стороны, фракции, заточенные на, допустим, ближний бой, на мобильность и так далее, они по большему принципу, пока множество бумага взаимодействуют с другими. Спасибо. Коллеги, вопросы? Ну, похоже, у нас еще коллеги немножечко въезжают, что такое Вархаммер, наверное. Впрочем, давайте сейчас поговорим вот о вот этих вот красивых миниатюрах, которые вы сегодня на этой пресс-конференции, собственно, нам показали. Вот вопрос к Оскару с Михаилом, наверное, уже, да? Сколько вообще сейчас людей, понятно, что игра это игра, это в первую очередь фигуры, и фигуры не обязательно должны иметь какую-то ценность. Но вот художественная ценность, говоря про художественную ценность этих фигурок, они очень красиво расписаны и покрашены. Вот в Казани сколько людей и занимается вот именно художественным таким вот хобби, даже не боевым, а именно художественным. Вот которые к Вархаммеру так подходят, как худ покраски, грубо говоря. Нет, ну, в количественном либо процентном отношении не скажу, но есть на самом деле среди наших, среди участников нашего клуба те, кто, я ни разу не вышел бы играли, но регулярно приобретают миниатюры. И именно под не только художественные покраски, но и там по созданию каких-то диорам. Ну, диорама это, вот так, создание какой-то такой небольшой сцены сюжетной, связанной с миниатюрами. Там кто-то замахнулся в прыжке, кто-то там раненый лежит. То есть, да, то есть, чем он привлекает многих, не только этот Варгейм, но в принципе Варгейм, что помимо игровой составляющей есть, естественно, художественная составляющая. Приятно что-то руками поделать, полепить, порисовать, потому как зачастую в трудовой деятельности не у всех есть какая-то такая непосредственная радость того, что ты видишь результат своей деятельности непосредственно как вот объект. Соответственно, такое хобби позволяет. То есть, ты что-то сделал, сам посмотрел, показал товарищам, показал жене, а жена сказала, ну-у-у. Я сказал, ну-у-у. Ну и, да, соответственно, можно поиграть. Ну, не скажу сколько так, в штуках, либо в процентах, но есть такие, есть. А вот такой вот вопрос поступил, очень интересный от наших интернет-зрителей. Вот сейчас прям в онлайне скинули. Как известно, сейчас курс валют очень колеблется, и небольшой инсайт дадим нашим зрителям, в том числе. Вархаммер – это британское хобби, привязанное к курсу фунта стерлинга. Вообще, как это отразилось на варгеймерах? Понятно, что это люди увлеченные, но вот цены и вообще распространенность увлечения, вот она упала в связи с этим всем. Ну, это курс-то не так давно, на самом деле. На самом деле это уже сыграло, но мне кажется, о влиянии каком-то на количестве, на отношение людей к варгейму можно будет судить, наверное, я думаю, месяца через два-три. Сейчас еще как-то… Да, то есть если сравнить вот с тем, что, как говорится, когда хотели на организовывать, были на командном чемпионате в Москве, то есть по сути дела, кто хотел приехать, все приехали. То есть не было практически… Ну, по объективной причине кто-то руку сломал, у кого сожжена в больнице. Ну, понятно, там команда не может приехать, человек не может приехать. Но те, кто хотел приехать, все приехали. Коллеги, вопрос? Да, расскажите, какие призы ждут победителей командного турнира? По большей степени, конечно, секрет. Но мы можем сказать, что в этот раз призы будут оригинальные. Обычно мы дарим что-то, связанное с хобби. То есть это аксессуары, это наборы игровые, это где-то сертификаты для приобретения, чего-то для своего хобби. Ну, во-первых, главный пристав в нашем турнире, это будет попадание в квалификацию на чемпионат Европы. То есть право участвовать. Да. Дальше уже, как говорится, заняем с тобой будет мешать. Ну, естественно, мы будем поощрять не только первые места, но обычно у нас есть такая славная, добрая традиция поощрять тех, кто добрее и веселее себя проявил во время чемпионата. Вот я думаю, надо будет как-то игрока из Тагилы поздать, либо из Тюмени. Ну, когда появляется какой-то самый удаленный новый город, мы стараемся тоже как-то поощрить. Не так просто все-таки собраться силами, найти время в своем рабочем графике и приехать. Мы стараемся расширить повод для того, чтобы кого-то чем-то отблагодарить в рамках подарков. Да, вот такой вопрос, опять же, тоже в онлайн поступил. А как к проигравшим? Есть ли, например, приз самому худшему игроку турнира? Одно время был, мы убрали его, потому что стали замечать тенденцию, что те, кто проигрывает, начинают специально, потом проигрывают ради приза. Но словами, терять уже нечего. В пятерку не попаду, но, может быть, попробую получить приз за последнее место. Мы, наверное, раньше называли «За волю к победе». Вот мы сейчас вернулись в плоскость чемпионата. По сравнению с зимним мероприятием, как изменилась география участников? То есть она стала шире или она просто немножко пересмотрела себя? Ну, в целом, за счет увеличения количества участников определенного география стала шире. Причем именно такую восточную сторону – это Кассербург, как ты уже говорил, это Тагил, это, опять же, я уже сказал, это Тьмень. Ну, нет, просто еще как-то добавится, еще появятся новые такие, скажем так, легенды Вархана, ну, московские, так скажем, легенды, такие вот, как, может, кому-то скажет, и Степан. То есть все уже, по-моему, больше говорить уже нечего. Только одно это слово, одно это имя уже заставляет людей... Широко известный в русских кругах. Да, широко известный в русских кругах. Скажите, возраст участников, какой вот максимальный и минимальный? Минимальный, я думаю, учащийся, там, по-моему, 9-10 класса. Приезжают там с родителями, с родителями просто в город смотрят, им интересно, там болеют за своих, там, отпусков. Средний дипозон где-то это люди 20-25 лет. Ну, вот есть там один из участников, в котором, по-моему, есть а за 40, есть а за 30. Достаточно широкий. Пятидесяти, по-моему. Пятидесяти, да. По-моему, уже близок к пенсии. Нет, ну, они только не военные. А еще вопрос, коллега. Какие у вас есть знаковые спонсоры ваших турниров? Можете назвать? Знаковые? Да, ну, известные бренды есть какие-то? Татмитер, что обороны. Татмитер? А? Татмитер. А, нет, можно к вам привлекать спонсоров на коммерческой основе? Я вот рекламный агентство тоже представляю, да? Да. Можно разговаривать? Мы до этого активно сотрудничали с Лигой студентов Республики Торстан. Давайте, да, мы немножко перефразируем вопрос вообще. Насколько заинтересованы общественные организации? Коммерчески может организация из общественных инициатив к этому хобби? В принципе, хороший вопрос такой. Ну, а ты и я. Давай я, ты и я, ты и дальше. Из общественной организации, это, естественно, региональная молодежная организация Лигой студентов Республики Торстан. Соответственно, мы с ними проводим уже два провели ежегодных чемпионата Лиги студентов. Там, соответственно, политика, соответственно, проведение тех чемпионатов. Это продвижение варгейма среди студентов и молодежи Республики и города. Из коммерческих наших партнеров. Михаил, представитель. Ну, это такие организации, как «Ваше богостояние», «Терените принт». Ну, не называя имен, просто вот сфера деятельности. Это уже реклама пошла, я вас готова задушить. Ну, скажу, теперь… Ну, есть ряд, есть ряд, да. Реклама, то есть оказание услуг, такие, скажем так, люди сочувствующие, которые вот именно руководители душой, как говорится, болеют. То есть, понимаете, варгейм на самом деле он заставляет думать мозги. Это некая культура все-таки общения, вообще культура поведения. Люди, когда эти некультурные, они такими-то просто не могут играть. То есть, здесь развивается как-то у людей некая своя духовность, можно даже и так назвать. Пускай даже сам варгейм, это, соответственно, от слова «война» идет, да, то есть это игра в войну. Но, тем не менее, люди, которые играют в войну, настоящую войну играть уже вообще не хотят. Все-таки они понимают, что это такое вот. То есть, есть организации, которые сочувствуют, понимают и готовы помогать. К сожалению, их не так много. Мы рады любым другим. Как председателям. А девушки играют в варгейм? Встречаются ли такие случаи у вас? Дима, это вопрос как раз. Да, играет. У нас будет на чемпионате две девушки. Конечно, процент гораздо ниже, чем другая половина. Но они определенно есть. Насколько они хуже играют? Зато они красивые. Понятие «хуже, лучше» очень такое размытое. То есть, можно играть дружелюбно. Можно играть интересно. Можно играть на победу. То есть, это вот немножко все разные понятия. Для всех свои приоритеты. Вы можете сказать, чем отличаются? Как девушки играют? Девушки играют за фракции, которые выделяются своей внешней, ну, таким, как бы, трудноченностью, красотой. То есть, аналог, например, эльфов. Чаще всего. Так, коллега еще. Вопрос еще есть? Микрофончик передайте, пожалуйста. Слышал, что эта игра довольно продолжительная. То есть, в нее можно играть там и день, и два. То есть, перерывами на сон. Вот у вас как-то ограничено будет по времени это мероприятие? Да. То есть, мы проводим его в два дня. Каждый день проводится по два тура. Соответственно, продолжительность каждого тура – 3-3 с половиной часа. На самом деле, можно ложиться меньше. Просто мы даем свободу участникам, чтобы они могли поиграть, поговорить с другом, сходить, посмотреть. Потому что это не только вот прям турнир, там, просто пойти поиграть, это и себя показать, и других посмотреть. Вот, прежде всего. Вообще говоря, общая, как бы, длительность зависит, прежде всего, от формата. Насколько мы набираем. То есть, можно брать маленький формат, поиграть полчаса, набрать там много-много всего, играть там хоть два-три дня. Ну, кому как нравится, на самом деле. Такой вопрос, опять же. Вот в онлайн, кстати, сегодня интересно сыпься вопросы. К демографии участников, возвращаясь, такой он немножко шутливый, гуманитарий или технарий? Кто больше? Ну, на самом деле, нельзя выразить, что там играет только технарий. Ну, вот как у нас, например, я пол-технарий, пол-гуманитарий, технарий, дим. То же самое, не знаю. Как? Ты разделишь люди, каждому хочется как-то поиграть. Есть люди, которые, то есть, в руках работают, и тут хочется духовно, и на базу. Все, которые что-то искусственно занимаются, хочется что-то пока не поделать. Да, в общем, может быть, это даже огородство, пока не поделать. Не знаю, где-то чем-то не поделать. Я бы сказал, что, на самом деле, ну, нельзя в этом вопросе вообще, в принципе, обращать. Вот здесь строго делись, вот технарий, гуманитарий. Все люди разные, у всех немножко свои приоритеты, свои взгляды. И каждый находит хобби. То есть мы говорим про хобби сегодня. Хобби что-то именно свое конкретное. То, что ему нравится, то, что его привлекает. Поскольку это чемпионат квалификационный, для достаточно серьезного мероприятия оцените шансы казанцев. Вот каковы наши шансы вообще в этом мероприятии с такой, тем более, богатой географией участников? Я думаю, что достаточно сложно будет, потому что придут хорошо играющие команды из Москвы, и конкуренция будет достойна. Но я верю в наших ребят, которые смогут что-нибудь показать. А вот титулованные какие-нибудь игроки у нас есть, может, даже если не международными, а российскими титулами. Да, есть игроки, которые занимали третье место на европейских чемпионатах, были в десятке, в пятерке. То есть, ну, разные периоды времени, конечно же. Но они достаточно хорошо играют, очень интересно. Это заставляет думать смотреть на них так, с определенным уважением. Коллеги, вопросы? А вот для новичков, они могут прийти сразу же, вот 5 апреля, да? Или же они должны пройти какой-то уровень? И они должны собрать команду, или они могут просто прийти и присоединиться к каким-то командам? Ну, это, наверное, у нас есть вопросы, потому что у нас есть, понимаете, как одиночные заявки. То есть, у нас, наоборот, 4 человека, мы их соединяем в команду, они могут идти играть. Но нельзя просто прийти с стороны и сразу начать играть. Для того, чтобы начать играть, нужно, а, миниатюры, б, желание поиграть, а, в, это книга правил, она где-то там даже показана. Да, то есть, надо сначала прочитать книгу правил, чтобы понять, как принцип миниатюр взаимодействует, общие правила. То есть, там, в книге описывается общеество правил, как называемое, easy to play. Но в то же время, там есть много разных финансов, hard to win. По-русски, пожалуйста. То есть, легко играть, но сложно выигрывать. И новичку, чтобы начать играть, ему достаточно желание прийти поиграть, знать базовые правила. В течение времени, если у него будет такое желание, он будет понимать более какие-то тонкости игры, оптимизирует свои войска и уже будет хорошим игроком. Именно в игровом плане. То есть, есть еще и другие планки, о которых я уже говорил, как это, в общем, спортивность, там, вежливость, доброта. Ну, и, как вы, на правду, вопрос, что имели в виду про приход новичков именно на чемпионат, да? На самом деле, так, на чемпионаты была регистрация для всех участников, она закончилась 31 марта. Да, примерно так. Конечно, сейчас шлют еще с опозданием. Вот. А, в принципе, для новичков мы обычно проводим раз в месяц отдельный, на малый формат турниры для новичков. Цель, которая, чтобы те, кто начали играть, познакомились, попробовали играть между собой, потому что всегда какая-то конкуренция нас стимулирует. Ну и, соответственно, да, там, немножко ограничения по правилам упрощения. И также там опытные участники клуба помогают, там, в каких-то спорных или непонятных вопросах. Особенно, да, особенно Владимир. Говоря о казанцах, скажите, сколько все-таки человек участвует в турнире? Точно есть число? Три полных команды и еще вот, как понатыканно, так, в разных точках. То есть в среднем это человек, человек где-то 15. А всего сейчас заявки подли 60 или уже больше человек? Потому что в группе ВКонтакте записалось 60, что точно пойдет. Сейчас, по информации, там 16 команд, это считать 4 человека. Ну это имеется в виду именно участников. Естественно, мы рады видеть там всех гостей. Да, зачастую, то есть помимо участников чемпионата приезжают с других городов с ними там родственники, друзья, близкие, чтобы город посмотреть, поболеть за своих друзей. И также кто-то из жителей Казани приходит просто посмотреть на какие-то красочные выглядят все это наше действие, так как все эти миниатюры расписаны, они устанавливаются на расписанные столы, где есть там какие-то столы в духе джунглей, какие-то в духе ледяных планет, где-то футуристические какие-то строения, где-то развальные и так далее, и так далее. То есть мы, естественно, ориентируемся и на зрителей, помимо участников. Статика тоже важное дело. Кстати, к вопросу о зрителях. Вот Вархаммер, конечно, нельзя назвать спортом, поскольку это все-таки в первую очередь хобби, но вообще количество, что называется, зевак простых зрителей, вот оно как увеличивается или как-то остается прежним? Или народ все больше и больше ходит на ваши мероприятия с целью поглазеть? Ну, как правило, сначала ходят, зевают, потом, если все хорошо, они уже втягиваются. То есть это вербовка. На какой-то мере. Но это вообще же всегда интересно, чем люди занимаются, да, тем более в каждом из нас же маленький ребенок, когда вот он видит вот такое. Даже вот сейчас вот все, кто здесь находится, да, всем же интересно, что это такое с ним тут стоит. Хочется подойти, потрогать, руки взять, но боитесь. А представляете, что будет твориться 4-5 апреля? 64 человека на 30 столах играет вот таким миниатюрным. Это же просто прям с детства пришло на два дня, прям спустилось. И люди, которые это все видят, для них это прям... Вы сами принимаете участие в турнирах? Я, к сожалению, в этот раз, наверное, скорее всего, буду прокси-ботом, так называемым. То есть игроком... По-русски, по-русски, господа, я понимаю, что игра на английском. Да, я пытаюсь как раз объяснить, что прокси-бот – это тот человек, который не играет в команде, но заменяет игрока, который не может играть. То есть, ну, как бы замечающий игрок. На случай форс-мажора, нехватки там, ну, кто-то не смог приехать, либо что-то произошло. Это вопрос... Запасной игрок. Запасной игрок. Как такие, да. Вопрос был адресован ко всем участникам пресс-конференции. Нет, я не играю так, как... Работаю, да, я, в принципе, как-то считаю, что немножко неэтично, если устраиваешь мероприятие, турнир, в нем же и участвовать. Вдруг сейчас победишь. А у меня будут обязанности немножко другие. На турнире, может, я буду судить. А вот да, кстати, подробнее о своих обязанностях расскажите нам, пожалуйста, потому что такой судья на настольных играх – это такая немножко нетипичная. Потому что обычно судья – это кто правила спрятал получше. Нет, ну это тоже верно, потому что я достаточно, наверное, неплохо знаю правила, раз уж мне доверили проведению такого турнира. Но, кроме этого, на моей совести лежит соблюдение регламента, значит, какие-то там отвечать на сложные вопросы и, собственно, помогать участникам по мере каких-то там решения каких-то проблем. То есть, ну это, допустим, там, раз со размещением, опять же, с прибытием. То есть, смотрите, там, у меня люди, которые приехали в первый раз в город, их гораздо очень приятно, и когда их встречают, их сразу провожают до места проведения. И в том же духе. Спасибо, коллеги, вопросы. Вы сказали по поводу того, что вы возвращаетесь в детство, а вот даже не вопрос, а такая, ну, редко, скорее всего. Есть африканское племя, когда ребенок рождается, ему дают сразу 100 лет. Потом год прожил, стал 99, 98. Вы говорили, что вот старикане в детском разе попадают, то вы, наверное, идете вот к этому вот так. От обратного. Ну, опять же, во мне жив ребенок, я там на той пресс-конференции говорил, и на это скажу. Да, каждому человеку столько лет, насколько он себя чувствует. В общем-то, я не вижу ничего так зазорного, да, иногда погрузиться в детство на пару-тройку дней. Вообще, это очень полезно. Да, нужно и больше, конечно, потом вообще, как говорится, в известной песне, это опасно, нужно остаться со всем. Но иногда это очень нужно. Ну, а для меня это просто хобби, возможность познакомиться с другими людьми из других городов, расширить свой кругозор. Ну, опять же, какая-то работа, эстетическое удовольствие, опять же. То есть, ну, детство, конечно, может быть, присутствует, но далеко не так вот. А по поводу детства, вы сказали о том, что у вас возрастной, это 40 лет участник, а самым младшим, сколько лет? Это, ну, школьники, да, то есть старший класс. Ну, когда математику, да, нужного уровня, они подтягивают, чтобы все эти линейки считать. Ну, тут очень математик, хорошо, стимулируется математика тут. Постоянно надо считать все-таки. Я с моим студентом, на самом деле, по теоретической вероятности даю какие-то задачи, которые связаны вот с рядом элементов игры. Плохо считают, правда. Но так как связан с кубиками, соответственно, отсюда все и вытекает, как и в любой теории игр. Это я подчеркну, кстати, коллегам самый популярный вопрос был на прошлой пресс-конференции про траты. Но все равно давайте все-таки вот, ну, средний бюджет для, допустим, армии, ну, такой на очков 500. Ну, это такая армия новичковая, вот поясняем зрителям, это такая. Минимальный комплект, с которым мне стыдно выходить на стол. Ну, рублей тысячи, две-три. Ну, чуть больше, наверное. Ну, в зависимости от армии. Да, в принципе. Ну, я хотел сказать, на самом деле, что траты на это хобби идут и сколько на саму армию, а сколько на поездки на турниры. То есть, да, поездки и… Имелось в виду вот это как раз, бюджет поездки. Да, ну, конечно, опять же, на поездки никто никогда не обязывает ехать, потому что люди, там что-нибудь интересное. Но если вот так посчитать, то, допустим, я на различные поездки потратил больше, чем на саму армию. Билет туда, билет обратно, проживание, питание. Там какие-то подарки. Да. То есть, если так вот все считать, скрупулезно. Конечно, да. Можно накопиться и больше. Если есть какой-то фонд, а вот призы откуда? Ну, то есть, это не секрет. У нас участие это платное. То есть, соответственно, есть селенские износы, из которых, соответственно, формируется и призовой фонд, ну и само, конечно, мероприятие. То есть, в данном случае будет как-то немножко поживее, поскольку у нас наш генеральный спонсор нас поддерживает. То есть, будет намного проще, нежели чем прошлые чемпионаты, так как мы говорим. Вопросы? Ну, я думаю, вот такой исчерпывающей достаточно ноте. Мы завершаем нашу сегодняшнюю пресс-конференцию. Я напомню нашим зрителям, что 5-6 апреля в ДК имени Ленина в Казани пройдет чемпионат-интервенция. По системе Вархаммер 40 тысяч, где будет множество участников, множество интересных миниатюр. И спонсором генерального этого мероприятия выступает наше информационное агентство Tatar & Form. И я еще здесь хочу сделать один небольшой анонс. Я думаю, мои коллеги теперь по Вархаммеру его поддержат. Информационное агентство Tatar & Form будет вести с этого мероприятия первое в истории, наверное, российского варгейма. Прямой эфир, будут прямые включения с самыми интересными моментами чемпионата и с самыми, естественно, красивыми миниатюрками. То есть лайвы мы вам покажем, расскажем вообще, чтобы ничто не прошло в этот раз незамеченным. Да, это будет очень интересно. Очень интересный опыт. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо большое.